Привет зритель! Сейчас я с тобой попью вот этого чая и выполню запрос человека насчет кошечки. Я больше недели ничего не записывала, не считая шорт. Тут возможно справа по борту виден дым от двух аромопалок. Я уж их не буду приподнимать, потому что у меня две в одной дырке. А должна быть одна и возможно одна из них упадет, а она уже падала. Правда была тогда еще не задымленная. Так-то у меня сзади есть три пакетика заваренных поочередно вместе. Вчера. Но я решила заварить при тебе. Вот видишь она тут. Почти 600 рублей. Это чай на ваши донаты. Там есть еще другой чай на ваши донаты. Специально чтобы это... У меня на Boosty есть там раздел. Если вы задонатите мне монетку на чай, то я с вами этот чай потом попью. Это из японского магазина с любовью. На самом деле может не из японского, но японцами созданная. Оно конечно возможно лежало у них непонятно где в России нашей. Потому что цвет у него немножко, ну не совсем тот как должно быть. А я видела такой цвет. Точнее даже пила похожий чай. Мне Никитос присылал в свое время, когда еще посылки из Японии доходили в нашу страну. Говорят из России туда доходят, а от них не отправляются. Я вот уже месяц лишним жду послания из одной страны. Куда из России не уходит, а оттуда доставляется? Когда доставится? А у меня еще периодически мой почтовый ящик, который мне достался от прежних хозяев этой квартиры, не закрывается на замочек. Его периодически какая-то шаловливая существа. Ну есть тут какие-то существа, которые периодически увидят меня. Вот это мое имя. Видимо, чтоб я не забыла, как меня зовут. И мне даже кажется, я подозреваю в каком именно месте эти шаловливые существа периодически будут. Короче, периодически кто-то открывает мне этот почтовый ящик. Как там вообще эта корреспонденция держится? Однажды меня даже воткнули в дверь, достав из ящика этот квиток с коммуналкой. Я открываю дверь, выхожу, мне на пол падает листочек. Смотрю там эти маленькие существа женского пола. В полэтажа выше тусуются. Думаю, ну понятно. Я еще так это без мата, но агрессивно так высказала. Ну и какой особо одаренный с отсутствием мозга. Закинул мне это не туда, куда надо. Да еще так сложно, но ясно видно, что как бы непочтален это складывал вручную, засовывая в дверь. Так вот, отступление. Вот тут у нас чай это Маття и Сентя. Мелкорубленная. Ну вот в моем варианте тут вот есть листики мелкорубленные и еще черешочки мелкорубленные. Это Кунитара. У Кунитара я раз в три, наверное, покупала порошковый чай. Правда, не изумрудный, но даже не такой, как вот в каких-нибудь японских сусси забегаловках оно есть. Ну, у меня просто приятель давно-давно еще скидывал. Мы с ним так долго общаемся, 8 лет аж. Короче, там, вот заходишь в японскую закусочную, можешь купить там еды, а вот этот порошок у них прямо в открытой. Там, видите, стоит, все звуки какие-то. Кошка ночью обтолкала шарик, внутри которого еще шарик, бубенчик такой новогодний. И пока я его ночью не отобрала, у нее уснуть я не смогла. И то какое-то время она потом еще буянила. Ну, короче говоря, да, вот прям заходишь, вот водичка у них и порошочек бесплатная, и доплатная. Так вот, тот порошочек был в разы светлее, чем тот, который у них вот в открытом доступе лежит. А если его в открытом доступе хранить на свету, он как бы портит, светлее становится. В общем, кунитар очень хорошая вещь. Я артикул не буду оставлять, потому что я его видела у разных продавцов. Это самое дешевое было. Он почти 600 рублей был. А там мало-мало и меньше. Самый прикол, что тут 50 пакетиков по 2 грамма. То бишь, по сути, 100 грамм тут. Человек с кушечкой, ты дождись меня. Я это сейчас проговорю тут про чай. В общем, тут 100 грамм. И вот эти 100 грамм вот в таком вот виде, оно как бы выходит дешевле, чем те же 100 грамм россыпи. Я так обалдела, думаю, в чем прикол. Ну, учитывая, что почти 600 рублей за вот 50 пакетиков, это вообще как бы дофига. Говорит человек, который раньше на Пуэр чай оставлял много-много денег. А доходы, а пенсия у человека при этом была в разы-вразы меньше. И шабашки мелкие тоже приносили, не сказать, чтобы только дофига денег. Хотя нет, у меня был период, когда у меня... Я шабашила такой, что делала за мелкие прайсы, а то мне выходило в раза в два больше, чем моя пенсия. Где эти люди? Точнее, где эти цены? Ладно, в общем, вот такой вот, как бы это пакет, но внутри он с картонкой. И, соответственно, он вот этот диплом закрывается, надо закрывать до конца, иначе под действием света, влажности и прочей фигни оно может отсыреть. И тут вкладывается вот такая фигня, несъедобно это, чтобы вот, ну, не отсырел продукт. Так вот, мне друг присылал в свое время, у него была упаковка, он мне тогда сказал, я говорю, ну, тебя угощу, вот тут пришлю несколько пакетиков. Там вот был такой вот, просто как мать, ну, в смысле, это Сэнти, а и Сэнти с матей. И вот такой пакетик, и вот самый прикол, что его хватает, у меня же есть чашка вот эта с кошкой, 360 мл, я помню, на шорт, в формате шорт записывала тогда эти подарки на 8 марта, вот сестры подарили. И мне вот на эту чашку 360 мл хватает на две заварки четких таких, плюс еще полу такая уже слетая, этого пакетика, и мне вот друг говорил, что на самом деле, хоть там и пишут, что вот это на одну чашку, но все заваривают там по 2-3 раза. Вот, и я только в его вот этой упаковке, но на другого чая, он у меня еще живой, хата Мугитя, и ячменный чай в порошочке, даже не в порошочке, а вот в фильтрах-пакетиках. И, ну, без вот такой вязочки, просто фильтр-пакетики, узнала, что вот надо вот так вот делать. Я думала, нафига люди так делают, просто положил, залил, и оно стоит. Она говорит, ну, оно так дольше заваривается, а тут, ну, как бы, в общем, вот так. У нас тут, вот, вот этот чай, ой-си, ну, тут на латинице, ну, в смысле, на английском и на японском написано, что, как это делается. Цвет немножко более зеленый, чем у нас тут. Тут более желто-зеленый, а тут более зеленый-зеленый такой. Зеленки к юземблюдному ближе. И вот, вот такой вот упаковочке. Чуть меньше 600 рублей за 100 грамм вот этого вот, но зато японского можно найти на Азон. Кунитара. Ох, сейчас я гляну, что-то в Булкну. Вконтактик. А, я же сегодня узнала, ну, точнее, как бы и так знала, что модер и Арика, когда модерируют отзывы, они видят, ну, как бы, они не видят способ получения, но они видят имя, кто вот это, Ник, соответственно, не только отзыв видят, но и сам Ник. Я-то не модер, а Арика. Ну, и они, соответственно, вдруг, ну, девочка одна в чате обзорки написала, что она, типа, ей дали возможность модерировать, и она узнала, что можно видеть, типа, соответственно, модерация видится, кто пишет отзыв. И, соответственно, стало понятно, что есть действительно реальность, реальная возможность нагадить этому человеку, потому что занижают бонусы. Мне стали занижать бонусы с момента, как я, может, скидывала в эту группу, в одну группу ВКонтакте, в тему хвосты-обзорщиц, не хвосты, вот, которые из жопы растут, или вот так волосы делают, если что, у меня они еще не досохли. Я думала, пока обеду, они высохнут, ну, нифига, они еще немного влажные. Короче, ну, и там, видать, я так узнала потом уже, что кто-то меня смотрел на YouTube, потом обнаружил в этой группе обзор, ну, и кто-то меня просто, видать, знал. Кто-то мне как-то даже в личку писал со скриншотом, у меня же там фотка-то такая же, как в ВКонтакте. Такая же, как мое лицо, со скриншотом в личку, со скриншотом с Арика моего страницы, типа, это вы? Да, это я. Ну, короче, мне занижают бонусы с момента, наверное, как там люди стали, значит, с момента, как мне стали давать обзорку. Бонусы и на обзорку, а там максималка 10 бонусов, мне 10 бонусов ни разу еще не давалось. И бонусы на свое, а там максимальный бонус 100 рублей. 100 рублей мне выпадало раза три, наверное. Причем я тогда даже не знала про эту фишку, что там, ну, как бы писали в группах Арика, что, типа, все это миф, что модеры специально там занижают или что-то верят. Ну, вот оказалось, что это не миф, я-то про нее та вот так знала. И вот моя подружка, когда я про это рассказала, она мне пишет, лучи поноса им в двойном размере. Я ее себе поставлю палец кверху. Потому что я ей написала, я еще в чатик закрытый написала в телеге, который почему-то перестал функционировать с момента, как я спинка кого-то из вас сделала, как их там, комменты, возможно, писать комменты в блоге. И приятелю. Я еще год назад об этом знала. То все пели, что все честно и никто никому не занижает. Как только пошла мне обзорка, и я в чате в этом писала или в группе спрашивала, так сразу пошли занижения даже на свое. И, в принципе, я даже представляю, кто эти унылые, завистливые дряни. Ну, не всех я представляю, но представляю. Сейчас я найду тут коммент, там два аж коммента запроса. У меня, конечно, может скриншоты где-то есть, но это, мне кажется, легче найти. Удивительно, что шорс крайне зашел людям. Три тысячи восемьдесят пресс-мутрых. Обалдеть. Шестьдесят семь лайков. Мне, правда, там какой-то феерист написал, типа, что... Ну, знаете, мне так всегда прикалывает. Я раньше бы это за скриншотила и бложек скинула бы. Я даже начала в скриншоте, потом думаю, а что я внимание к какой-то унылой говнушке обращаю, так, ну, уделяю. Короче говоря, мне всегда прикалывали люди, которые сами... Ну, я считаю, что если ты кого-то собираешься учить, допустим, грамотности и русскому языку, то будьте как минимум учителем русского языка, не допуская ошибок. Ну, или просто не допуская ошибок. Желать лудышего. О, я еще лежу с утяжелителями на ногах, думаю, блин, может, я уже это... За две недели торможения совсем тормозила? Ну, оказалось, еще по их забило. Думаю, может, правда лудышего надо писать через Д. Но нет, оказалось, я все-таки все правильно думаю. А есть люди идиоты. Так, добрый вечер. Это курица. Сейчас я найду этот про кошку. Фу-фу-фу. Может, это оно? А, вот нашла. Честно, я сейчас твой ник не произнесу, потому что у меня в приложении абракадабра выходит. Спасибо, Лёль, за видео, целый фильм. Лёль, у меня кот и маленькая собачка. Тоже даю еду, когда ем или готовлю. Потом отмываю пол. Как у тебя твое животное? Оставляет ли следы после этого? Сразу скажу, оставляет. Я когда курицу ей даю, я иногда забываю, что и курицу давала, нет, бы сразу к миске кидать. Но мы же не можем у миски сейчас жрать. Мы вообще сприт, дури. Очень своеобразная кошка. Но я ей скидываю вниз. Я ей, точнее, иногда кидаю миску, она берёт эту мясика и по всей кухне с ним тащится. Нет, бы его вот просто в зубах принесла и там вот села напротив, как бывает, иногда куриную голову ей сваришь, да? Она бьёт холодильник, сядет, проходит. Чё тебе не жрётся у своей миски овца? Кого? Кошка. А бывает так, что она специально по полу ещё это повезёт. Ладно бы там шмот мяса был. Так вот, я ей скидываю сюда, значит. Потом она съела. Я забываю, что туда скинула и там скользко. Я так иногда подскользую, думаю, блин, надо тряпочкой это потереть. А то нафинг. Хлобысь и всё. Оставляет, конечно, следы. У меня же обычный линолём. Я вчера домой прихожу от родственников, не могу. На площадке котик такой упитанный и немножко похож по цветовой гамме на эту дуринду. Может, это кошка была, хрен его знает. Она мне не показала жопу. И она так в моей двери, я думаю, блин, ну кто-то завёл, что ли, так вот вышаг. Может, выпускают, наверное, гулять, а потом запускают. У нас же нет домофона, на моё счастье, в этом доме, в этом подъезде. И как бы я видела этого котика. Я думаю, а значит, это он всё-таки тут ошивается не просто так, а он тут где-то у кого-то живёт. И он на площадке стоит, значит, вроде как в моей двери. И я с пакетом так, с сумкой точнее. Я говорю, котик, я говорю, бы тебя к себе взяла. Ну, если ты котик, а у меня кошка, то вы мне сделаете котят. Я говорю, у меня там кошка, не надо тебе, не надо. И я думаю, слушай, говорю, котик, ты какого пола? Я говорю, покажи мне свою жопу. Ну, в общем, он, короче, вот так это, жопу мне не показывает. Я говорю, да ладно, говорю, он, главное, отошёл от двери. Я открываю дверь и пытаюсь, у меня же двойная дверь, пытаюсь открыть другую. Она не открывается, думаю, блин, что такое? Я же не могла уйти и что-то закрыть себе изнутри как-то так, чтобы не открыть было. Оказывается, это коза, кошка, мыр. Вон она у нас тут, вон она. Это коза-кошка. Отсобачила мне линолеум каким-то образом. Он под этим плинтусом, не плинтусом, но то, что вот между полом и стеной внизу. Присобачен был ещё теми хозяевами. Мы же в коридоре и на кухне не меняли, он свежепосланный был у линолеума. Перед тем, как они эту квартиру нам продали, он был свежепосланный. И три года в этой квартире никто не жил. В ожидании нас, меня с этой дурындой, до этого с Тишкой. Короче, меня в ожидании эта квартира ждала. И она отодрала там вот такой приличный кусок. Вот два альбомных листа. Я обалдела, я еле открыла дверь. Когда я открыла, уже силой так пыталась открывать. Я понимаю, что там что-то это, ну, линолеум. Она открыла, дала словесного, в общем, словесно эту ловцу поругала. Сфоткала, скинула близкому родственнику. Мне сказали, кошмар, я говорю, ещё какой. Обратно это всё заправила. Я обалдела, чё она это отскабливала. Она отскабливала, чтобы на улицу выйти. Но она иногда, вот беременна, если, допустим, когда её гоняли, или дождь была, я её не выпускала, чтобы там, или собака какая-нибудь соседская бегала. Я её держала, чтобы не выйти, ну, и в окно не выпускала, и так. И она скаблила обои или пол, чтобы из избы выйти туда подальше. Вот тут так же она. Она думает, что тут можно отскаблить и сделать себе этот ход. Короче, кошка это жуть. Я заправила. У меня есть такие двухсторонние липучки. Я ещё думала, может, кусочек от этой липучки. Отрезать как раз на такую липучку. Я присобачила этот звонок к двери с другой стороны, ну, дистанционно. Думаю, может её отрезать так, этот кусочек липучки. И с одной стороны снять пленочку, с другой нет. И присобачить эту дверцу почтового ящика, чтобы она вот так недалеко открывалась, а чтоб не было... Чтоб эти шаловливые, маловозрастные люди, женского, скорее всего, пола, не хулиганили. А тут просто присобачить с двух сторон, чтобы ей не хватило силы отодрать этот линолеум. Ну, чтобы ей никак было его подцепить, чтобы отодрать. В общем, кошка это жуть. Как справляешься с приучением к лотку и промахам? Короче, у нас что было? Вот лично я приучала только, по-моему, Чишку, но он уже был приучен. Просто показала. Вроде с ним как-то проблем особо не было, не считая того, что когда кровать рухнула, и он мне мстил, метя углы по всей комнате в разных местах. Это очень быстро приучилась. Ей был месяц и неделя. Я ее посадила в коробочку. Ну, в смысле, в лоточек. Момент, когда она писала, она пописала. Потом я ей положила коробочку с тряпочкой такой мягонькой, чтобы ей было где спать. А она туда залезла и пописала. Потом я ее тнула носиком и опять туда положила, и она стала ходить. Но сейчас у нас уже год, с позапрошлой осени, когда я ей пообещала, что я слезу ее в деревню, но погода ухудшилась, и мы не съездили в деревню, она, видимо, все это поняла. И она стала мне мстить. Она через раз ходила под ванну гадить. Вот же сволочь. Если я помирала в очередной раз, она гадила вместо. Если я не помирала, и, соответственно, могу это убрать. Она гадила под ванну. Сейчас мы гадим практически постоянно под ванну. Я гадить нет использовала. Опять дождик. Мне же надо мой девайс забрать с озона. Причем и облачка отсутствует практически. Вот такое полуголое небо и дождик. Может, на автобусе придется ехать туда? Потому что я не знаю там. Опять подумаю, что он по размеру чуть поуже вот этой коробки. Ну, так вот. Альбомный лист. Мне вчера подогнали конфеток. Как маслопресс, короче говоря. А сама коробочка будет вот реальной, как у маслопресса. Разов два больше. Девайся себе. Ой, какой нашла. И только один человек мне сказал, что надо было брать другой девайс. Но у меня на тот девайс уже лет 10 с лишним. То хочу, то не хочу. Хочу, не хочу. Ну, короче, в общем. Взяла девайс, который действительно нужен. Без которого некоторые вещи сделать очень проблемные лично мне. Ну, и короче говоря. Я как бы, ну, годить нет использовала. Эфирное масло, апельсина, лимона и какого-то другого цитруса капало. Хлоркой там мыло. Да, место сам там мыло. Чем-то вонючим там капало. Шкурки апельсиновые туда кидало. Она какая-то, она, наверное, как я. Вот на меня после ДТП всякие таблетки, которые, типа, чтобы спала хорошо, чтобы бессонницы не было, снотворные не действовали ни хрена. Съешь, вроде так это чуть-чуть подействует. А потом уже никак. Она апельсиновые шкурки обходила. Видимо, она-то полностью может залить этой белизной там вообще полностью все. Причем она как бы гадит только в двух местах под ванной в определенных. Вот веником пройдешься и понимаешь, что только там или вот тут. Что тебе надо? У тебя там мясо лежит. Жри. Да, мы сейчас жрем последние недели две. Вот если... Сделаю вид, что я случайно оставила на тарелке еду, а сама ушла куда-то. Тогда мы сожрем. Если я ей точно такую же еду положу в ее миску, мы будем ходить, орать и всем своим видом показывать, что у нас нет и дым, и хотим пожрать. И не надо тут лазать. Так, у меня тут что-то вода пролилась. Такс. Ест ли из миски или привыкла есть с рук полоса? С рук она на мое счастье не ест. С пола она ест и из миски. Деревня у нас коврик специальный, на который ложишь. Вот такой вот коврик для собачек, для кошечек специально, куда на тарелочку можно положить и на коврик. Здесь я хотела этот коврик ложить. Но мы с этого коврика берем и утаскиваем в проходу, поселить кухню, благо не в комнату, спасибо за это. У нее там три мисочки сейчас, на данный момент четыре мисочки, но так у нее три мисочки официальных. Иногда я пиалочку еще чуть-чуть наливаю, если у нее везде в мисочках что-то есть. А мы хотим еще. И сейчас у нее даже нет, у нее сейчас пять мисочек. Там одна тарелочка с мясом курином. Потому что мы вот с пола не хотим жрать, а с мисочки мы хотим. Либо ей в мисочку кладешь что-то, она вытаскивает из мисочки, кладет на пол, соответственно, и жрет. А как борешься с шерстью? Ну как? Я стараюсь ее гладить не там, где я ем. Хотя, вы же не кто вот хотя бы раз смотрел какой-нибудь мой мунбанк, меня сейчас кусают, а я ее держу, чтобы она сюда не лезла. Не надо меня грызть, сука ты! Ах ты, блин, гадская кошка, не надо эту штучку снимать. Блин, дождик. Может, и правда придется на автобусе ехать за этим девайсом. Там еще одна вещь. Так что у меня куртка непромокаемая, и сумочку можно эту штуку. Она тоже непромокаемая, и рюкзак у меня непромокаемый. Посмотрю, короче. В общем, волосы мы оставляем где только можно. Когда я ем, и она тут лазает, соответственно, потом бывают волосы. Когда они нет, это вообще ад и израиль. Да? Жирок. И иногда вот погладишь, а потом везде вот эти волосы. Но как-то конкретно я так с этим не борюсь. Я знаю, что есть какая-то перчатка, которой можно погладить кошку и очистить эту шерсть. И я думаю, мы эту перчатку сожрем раньше. Либо после первого применения. Вот сейчас я ее глажу, волосы летят. Короче, когда я ем на камеру и на нос тут лазать, я ее стараюсь или в комнату отправить с игрушкой, или просто не пускать. Ну так сейчас, вот если не гладить, то она особо-то и не оставляет своих волос. Хотя где-нибудь полежит, и потом там вот, ну, приличненько так. Я вообще-то с шоколадкой хотела, с конфеткой есть. На днях липкие ролики улетают только так. Все на одежде постоянно. Я вообще что-то как-то так и не прониклась этими липкими роликами. Когда-то давно у нас был липкий ролик при какой-то другой кошке. Еще на механке с бабушкой. Но то ли мы как-то про это забывали. Ну, я пылесосую, подметаю. Пол мою. Гуляет ли твой питомец на улице? Вы, наверное, не видели мои видео в деревне. Посмотрите. В городе она не гуляет. Она гуляет на балконе. Хотя, когда была маленьким котенком, у меня еще не вставлено. Тут окно было. А там, ну, как бы, балкон застеклен. Изначально бывшими хозяевами. А балконный блок еще тоже не вставлен. И она выходила так вот. У меня тут было окно такое-то потопное. Сеточка такая. Марля. И она мелкая еще. И года нет. Она вот так вот вышла. Отодрала эту дырочку как-то. Вышла вот так вот. Как оно называется? Подоконник с другой стороны прошла. Хотя он по скату. Перешла. У меня так сделано, что ровно окно. Как раз заканчивается, начинается балкон. Но только тут балкон сделан так, что вот если бы он был бы открыт, или тут окно бы было с этой стороны сбоку, как окно. Открывалась бы створка. Можно было бы вытянуть руку, как-то вот так протянуться. И она вот так вот проходит. И вот так ходит. Я обалдела. Она туда прошла. Сюда. Я еще вышла на балкон. Думаю, ну, как это ходит по балкону. И понимаю, что это моя. Она вот так туда прошла. Сюда прошла. Не спрыгивая. Кишка пару раз сигал форточку еще при прежнем окне. Тут была яблоня, которые в прошлом году мрази какие-то спилили. Под якобы каким-то там видом какого-то закона. Причем спилили выборочно некоторые только деревья. А если бы реально они действовали по закону, то спилили бы все. Учитывая, как они это распиливали, больше было похоже, что они это распиливают себе за дрова. Вмолгал там или еще куда-то. И учитывая, что они были без определенной одежды людей, которые этим занимаются, и определенной машины, с какой-то такой обычной машиной, то... Ну, уроды, короче. Тут была яблоня. Кот как-то сиганул. А мы как раз убирались с подружкой. Он сиганул в окно. В льду. Я первый раз, по-моему, я с зонтиком его ходила и фонариком на телефоне. Искала. Он как сиганул, так под яблоней сидит. А второй раз подружка за ним ходила. Мы как раз убирались. Или это первый раз была. Ну, как-то, в общем, короче, как-то так было. Не гуляет она тут. А в деревне она гуляет. Мышев ловит. В прошлом году ее раза два мерзкие соседские кошки, причем не нашего родственника, а просто соседские кошки, загоняли в разные места. Я купила даже ошейничек с бубенчиком, чтобы можно было ее там найти. Выслушала много хейтов, комментах на эту тему. Но именно благодаря ошейничку я ее в последний раз и нашла. По звуку в траве. Она потом научилась давать сдачи. Не знаю, как в это лето будет. Но она гуляет в деревне. Причем бывает, что в прошлом, что ли, году или позапрошлом, даже первый раз приехали в деревню, но она вот вылезла из этой своей переноски. Ее у кого поставила. Первым делом, что она сделала, она на каждую березу, дуб, и все остальные деревни. Я вот там вот залезала, метр на три спускалась, и вот так вот так-так-так-так-так. Все скучала уже вот не по деревне. По деревьям и по воздуху. Сейчас сидит на балконе, пырится в окно. Там как раз вот сеточка чуть-чуть на пару, ну, сантиметров на 15, по которой она ползает. Я не помню, кишка делала так или только это овца. Это вообще какая-то жуткая кошка, что у меня была, потому что мы даже по обоям лазаем. Вроде не обезьяна. Так, я вопрошаю это запрос до видео. Легко, но тогда как удобно. Просто стало интересно. Еще не видел у тебя обзоры на шерстяного жителя. Кстати, я не очень догоняю вот эти приколы. Название кошек и котов шерстяными, а людей, видимо, кожаными. Где-то видела такое, типа как мем, не мем. Есть же лысые кошки. Это что-то дискриминация. Значит, вот моя кошка, она шерстяная, а кошка подруги лысая. Не шерстяная, да? Кстати, интересно, не хотела бы еще питомца. Может, кошку или даже хомяка. Ну да, имея кошку, завести хомяка. У меня была другая кошка и были рыбки. Однажды я им меняла воду. Они у меня плавали в ведерке, пока я мыла аквариум. Было, допустим, 10, рыбок стало 5. Не хочу хомяка. Его прикольно у родни, допустим, было в детстве, был в хомяк. Еще где-то вот так вот у других людей видеть. А потом однокомнатная квартира. Я не приверженец того, чтобы... Вот, не знаю, у меня какая-то подписчица была, она мне так чуть ли не с пеной у рта заявляла в каком-то году, что вот у меня там двухкомнатная квартира, она, ребенок, муж. То ли две собаки и кошка, то ли две кошки и собаки. Собака. У меня есть близ... Ну, как бы родственница с ребенком у нее. Ну, муж-жена она. В смысле, муж-жена, ребенок. Она муж, ее ребенок. И, соответственно, там две собаки и кошка. А квартира чуть-чуть поменьше моей, тоже однушка. Я не понимаю этого прикола. Так что мне вполне хватает кошки. Ну, однушку, одна кошка. Много кошек или там животных каких-то. Лучше в частном доме. И вообще, какие питомцы у тебя были в жизни. Кот черный. Кот барсик. Кот кузя. А, кот черный. Кот, это вот, которые дома именно были. Еще мы приезжали как в деревню, периодически там был какой-нибудь котеночек. И пока мы там жили, он там был. А потом его забирали обратно там, ну, родственники, которые именно в той деревне жили. Потому что бабушка у меня была специфическая. Она, я не знаю, как она вообще на черного согласилась, на черныша. Мне было три года, мы ловили котенка. В общем, кот черный. Кот барсик. Потом был Степка. Потом был Кузя. Потом была Дашка. Черная кошка. Если я ее поглажу, она наслет мне в отмеску у моей двери в комнате на механке. Вот открываешь дверь, а там какашка. А я ее погладила. Она меня аккуратно лапками цапала, вот так вот без когтей, за ноги, в отличие от этой. Это-то по мне, я стою вчера, я в халате. Ладно бы я была в каком-то, чем-то плотном на ногах. Она вот так по мне, по ногам забирается, на спину вот здесь сидит. Это еще нормально. Я в ванну иногда стараюсь сегодня пускать. Причем она как чует, что я в ванной заперлась. Значит, я там боюсь, надо бы это, отскоблить эту дверь и запрыгнуть мне на спину. В костюме Евы я стою, и мне на спину так фига, и поспи, я вот так сползу. Это такая, не знаю, проявление любви, наверное, кошачьей. Она ласковая, лакушка Дашка. Первую неделю она была Тишкой, почему потом Катай назвала Тишкой. Ну, побольше, еще и по этой причине. А потом всю оставшуюся жизнь была Дашкой. Потому что, когда брали, говорили, это мальчик-котеночек. Приезжаю в деревню, бабушка, где там Тишка? Это не Тишка, это Дашка. И в последние годы, ну, последние месяцы жизни, когда она в деревню приезжала уже с бабушкой, она, значит, спала у меня в ногах и первое время тоже спала у меня в ногах со мной. Хорошая кошка была в каком-то плане. Бабушка к ней феерически относилась, ну, мы с ней не о бабушке. Короче, потом был Кишка, теперь вот Дашка, как и Алиска. Были у меня в детстве рыбки. Причем в несколько заходов. В самом детстве, потом был перерыв какой-то снова в детстве, а потом я после ДТП в 16 лет завела себе рыбок, и они долгое время были. У меня был сомик, несколько штук рыбки. Потом улитки сожрали сомика и рыбок. И жрали улитки других улиток, которые, в общем, какие-то там элитные улитки, перламутровые, и простые улитки. И вот эти улитки жрали этих красивых улиток. А потом как-то все заглохло. В свое время мы с мамой хотели завести попугайчиков. У нас даже у одноклассники были парочка попугайчиков, ну, чтобы даже эти, какие-то там дети у них плодились, и у родственников так же было. Но что-то, видать, бабуся встала в позу, не знаю, кого, и мы не смогли завести. А она у нас правила бал. Походу, дело такое нехило, дожик-то. При этом наполовину затянутое небо. Прикольно. Одна палка до гора, а эта другая у меня. Сейчас попробую как-нибудь показать. Хотя обе как бы вдымились изначально. Это кофейные палочки. Хэм. А нет, может, они хэм, хрен знает. Да, это не хэм, это кто-то другой. Вот тут и солнышко, и дождичек, и солнышко за тучку зайдет, и солнышко вылезет. Короче, и когда-то я еще хотела завестись мама на обезьянку. Но так как обезьянку дома держать тот еще геморр, ну, шторы пострадают, мои обезьянки грущенные тоже, думаю, туда же отвалятся. В клетке ее не можешь держать. У нее был какой-то знакомый мужик, у которого была обезьянка. И эта обезьянка вроде как была бременная и могла дать еще обезьянку. Ну, в общем, как-то у нас не сложилось. Так что у меня только рыбки, да, кошки были. У родственников кошка была, собаки были, хомяки как раз тут были, рыбки очень долгое время были. Ну, в деревне у меня и у нас есть пчелы. Были в свое время курицы у бабушки с дедушкой, кролики, но это отдельно в сарайке, а не дома. Каждый год у меня откуда-то вылезает муха. Она очень долго тусит по квартире, когда уже все мухи уснули и куда-то свалили. И очень рано просыпается. Вот последние дни и пять я ее не вижу. Куда-то она уфинтюрила. Может, кошка ее съела. Как относится к уличным зверям? Не было ли соблазна кого-нибудь припереть домой? Был соблазн припереть домой, когда тишка омер, а это еще не появилось. Но они, тут несколько есть кошек, которые, во-первых, часть которых выкинули изначально хозяева, когда сюда приехала, тут была кошка. И уже было на тот момент пять лет и бабка какая-то у меня заявила из соседнего дома. воплями такими. Я ее не выкидывала, это не моя кошка, бла-бла-бла. Я не так посмотрела, я поняла, что действительно это ее кошка, и она ее выкидывала. Но когда такого нет, то не будешь про это орать. Есть тут какой-то котик, у меня женщина однажды попалась, когда я кормила, она сказала, что тоже подкармливали. От котика зовут Вася, она сказала, что она его брала домой, он неделю жил, а потом сбежал. Ну, в общем, такие котики, которые, как бы, они уже привыкли к улице, которые домой, они в итоге сами выбирали улицу. Но я стараюсь подкармливать. Если вижу кошку черную, не черную, еще одна кошка, другая там была, она ко мне даже прыгала, потом она стала еще рожать, рожать, рожать. Разродилась в шире вкус, ее даже, как бы, не узнать. Я еще при кишке иногда варила куриная игола, выбрала этой кошки, выносила на улицу, либо ей давала принципиально, либо каким-то другим животным. Ну и был период, пока еще Алиска не появилась, а я подкармливала там определенных кошек. Мне даже прикалывала их снимать, как они это жрут друг у друга. Ну а что-то тогда монтажа не дошло, по-моему, оно у меня еще на предыдущем телефоне где-то, где-то на каких-то флешках или же с кучей другого материала несмонтированного. Так вот, есть одна кошка, если я не тороплюсь или иду магнит, ну, изначально иду магнит, поручу, я начинаю покупать корм. Сразу несколько пакетиков про запас и таскаю в сумке или в рюкзаке. Вот у меня сейчас пакетик есть. Но она не всегда хочет есть. Иногда вот она подбегает ко мне, мур-мур-мур, я ее поглажу, ей хватило. А иногда она мяу-мяу, и я понимаю, что ей надо пожрать. Я ей даю пожрать. Иногда я ей даю пожрать, ну, как бы показываю еду. На пол пакетика съест, пол пакетика оставит, ну, кто-то другой сжирает. Или просто я ей показываю еду, хочешь, она никак не реагирует, просто мур-выщет. Я ее поглажу, и пошла дальше. Ее подкармливают. На механке, когда жила-была кошка какая-то между механкой и солнечным, какой, в общем, по легенде, якобы она убежала. А на деле ее, короче, бабка выкинула одна, потом приехал ее сын. Где-то там через полгода обнаружил, что кошки нет. Узнал по соседям, узнал, что эта кошка живет в теплотрассе, и все подкармливают. Я с механки в другой район ходила, хотя у нас тогда тоже была еще кошка, специально покупала какой-нибудь там паштетик такой вот, даже человеческий какой-нибудь мяконький в баночке открывала и приносила ей. Потом эту кошку забрали обратно домой. Так что с этим у нас проблем нет. Это вот было 7 дней назад где-то этот запрос. Ну, по крайней мере, рекоменды мне говорят, что 7 дней назад. Ну, вот, наверное, не знаю, долго я тут больше, наверное, про чай разглагольствовала, чем про кошку. И в итоге чай... Ладно, достану я конфетку. Бабаевскую. А сейчас попью с чаем. Кошка спит со мной. У этой кошка есть специальный свой пледик. изначально это был мой пледик. Ну, у нас его приватизировали. на маленькое первые полтора года, даже первый год, наверное, даже первый год, наверное, сосала этот пледик и не буянило. И не буянило. То бишь, ложится, я ложусь спать, она ложится спать, тут же сосет пледик и отсыпается, и вырубается. А потом пошел на компьютерный стол, на стенку, по верху и так вот прыг сверху на меня. Утишки что-то подобное тоже было. Иногда она спала у меня на голове. Иногда еще где-то, чаще на ногах, вот иногда на груди. Если я помираю в очередной раз, она мне ложится там на ногу или еще на что-то. Что-то тут, блин, липкое. Опять солнышко, может все-таки я доеду и нормально будет. Иногда спишь, она приступает от того, что она каким-то обелом под одеяло забралась, чтобы за ногу цахнуть. Она грызет все деревянное. Мне кто-то из подписчиков подарил деревянную статуэтку кошечки. Сначала я грызли одно ушко, потом второе ушко, потом ее куда-то заныкали. Я так пока и не нашла. Даже как маленькую обезьянку-прищепку из коллекции. Скальп нашла, а обезьянки нету. Куда? Внутри квартиры могла зафигачить ее. У нее был склад под шкафом. Я обнаружила, что там дырочка и эта дырочка не закрывается от стена. Моглическая фабрика мебели феерическая. В своем плане. Заказываешь одно, делаю другое. За ваши деньги. Ну, короче, там закрываю под ящиком два ящика. Шкафу и под ними нету вот этой полочки. Как бы там все полно так. Если что-то упало, то туда надо искать. Туда или сюда. Неудобно. Учитывая, что там около 10 сантиметров так вот. Высота это. Она мне что-то скоммунизировала. Я подумала, когда уже обнаружила этот лаз, ну, в смысле, там что-то такое, что может туда закатило. Я пошла искать. Я пока открывала, пока туда-сюда ходила, она туда залезла, в 10 сантиметров вниз, вытащила то, что туда спрятала и уволокла в другое место. Не, я, конечно, потом нашла, но это выглядело очень интересно. Я думаю, она соображает в каком-то плане. Только говорить не умеет. Обои дерет. Я на днях обнаружила еще в одном месте в коридоре. Вроде как бы не надо. Есть, ей, чего копыта драть. Но она вот даже лежит у меня напротив табуретки, напротив меня, туда вот, где штатив стоит, только ближе к выходу. Обои моющиеся, она вот так стоит на задней лапе, башку на меня поворачивает, а лапу вот так вот, ну, типа, как я среагирую на то, что она дерет. Я на нее тявку, она драть перестает. В общем, кошка очень своеобразная. Будучи чуть меньше года она по занавескам лазо. Пару раз собиралась на тот шкаф, который у меня в комнате стоит. Но он повыше, не очень удобно тут. а тот, который в коридоре, она собирается только так. Когда ей что-то не хватает, а если я при этом наклонилась, то я сутки одеваю или сапоги, ну, что-то, обувь какую-то. У меня мне прыг на спину и прям блинет на шкаф. Тут стол, холодильник, шкаф он тот. Ну, подвесной, с одного на другой. Прыг на холодильник. Иногда ее начинает смущать высота. Хотя холодильник ниже шкафа, который в коридоре. И она мург, мург, мург. То сюда метится, то сюда. я ее просто снимаю, потому что понимаешь, что мы боимся спрыгнуть. Я думаю, обалдеть. Туда не боимся, сюда боимся. Стиралку, на удивление, она не заглядывала ни разу. А вот микроволновку ей как-то было интересно один раз сунутся. Не открыла, там что-то доставала, она туда заглянула. Типа, что там такое? Что-то фига кнулась. Наверное, у меня польский домовой появился. В гости зашел, не иначе. Отсадочек матьки на дне чашки. Сейчас я, наверное, закруглюсь и поеду за своим девайсом. Я сегодня еще более-менее живая. вчера я как-то вообще никакой был. И так несколько дней подряд. В общем, зритель, если ты попил чай вместе со мной, то круто. Хотя тут не предполагалось, чтобы ты чай попил, допустим. Если ты захотел вот этот чай себе закупить, поделись в камен, так потом мне не было. Просто сказать, я, Лёлик решил купить вот этот чай, типа, благодаря тебе, бла-бла-бла. Я вроде ответила на все вопросы из камента. Если у вас вдруг возник какой-то еще вопрос, можете написать его в комментариях. И способ ответа на него тоже, типа, в видеоформате либо просто текст набрать. Тут-то мне просто было лень тогда на тот момент печатать каменты. Я предложила сама обзор. Человек согласился. Если хотите поддержать канал, то типа это где-то будет облачко. Кто-то из вас меня поддерживала, но у меня записано на другом телефоне, но я не помню, кто. Оно будет в хитрых, когда я монтаж своеве. Ну, это что? Здесь я что-то когда-то обещала записать. Я сейчас вспомнила, что обещала на ту неделю смр записать мне очередь, но мне как-то было никак. Я запишу его потом. То можете напомнить не в комментариях, я просто могла забыть. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok